День, которого все очень ждали, потому что именно сегодня вновь отремонтированная, красивая, современная школа распахнет двери своим ученикам. Свежи 700 учеников 46-й Самарской школы, что напротив МТЛ-арены, вернулись в родное учебное заведение после двухлетнего ремонта. Напомню, в 2017 году в одном из кабинетов начал обрушаться потолок, но восстановительные работы ушло в общей сложности 96 миллионов рублей. Глава города Елена Лапушкина приехала лично убедиться в качестве работ. Не могу не обойтись без слов благодарности, но прежде всего нашему губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что он как никто понимает, что такое закрытие школы в Октябрьском районе. И поэтому все средства на ремонт школы, на оборудование школы были предоставлены нам в полном объеме и в достаточно короткие сроки. Полтора года назад на встрече с родителями я лично пообещала им, что 1 сентября 2019 года эта школа будет открыта для учебного процесса. И я так рада, что это обещание было выполнено. Мы очень ждали, мы переживали, чтобы она открылась в срок. И мы очень рады. Школа очень стала красивой. Мы были внутри и снаружи. Нас радует, что у нас ребенок пойдет в новую, отремонтированную школу в новую. Еще одно, но уже новое школьное здание, расположенное неподалеку от микрорайона «Крутые ключи», открыло в День знаний свои двери 800 ученикам. Их будут возить сюда бесплатно на двух комфортабельных школьных автобусах. Трехэтажное здание по уровню противопожарной безопасности не имеет аналогов Самарской области. Уже в следующем году руководство учебного заведения планирует побороться за вхождение в общероссийский топ – 500 школ. Очень рада, что мы сюда попали, что у детей первая смена. Это для нас самое главное. Наш учитель остался с нами. Мы тоже безумно рады этому. Детям новые – это главное. Сейчас в Самаре работает 157 школ. По оценкам специалистов, число учеников будет только расти. В этом новом учебном году за парты сели более 14 тысяч первоклассников. Это на 900 больше, чем в прошлом году. Все школы мы подготовили. Все школы сданы с оценкой. Отлично. Финансирование в рамках подготовки учреждений к новому учебному году было очень большим. По сравнению с прошлым годом мы увеличили практически в два раза. А это школа номер 94 на улице Партизанской, где недавно закончили ремонт. К новому учебному году здесь полностью решили вопрос горячего питания. Полностью отремонтирован капитальный пищеблок, завезено новое технологическое оборудование. Мы надеемся, уверены, что охват горячим качественным питанием в этой школе будет стопроцентный. Отремонтировали обеденный зал, закупили столы и стулья, установили панорамное перекрытие, обновили стены и полы. Здесь новая вентиляция, канализация и оборудование в пищеблоке. Уже 3 сентября бригада поваров готова накормить детей завтраком, обедом и полником.